Дальше. Хорошо. Еще один раз. Толкнуться в плечах и выйти на эту руку. Таким образом, диамидов был немного волк, он не был на левой стороне. Если гимнастик имеет очень хорошую поддержку, то гимнастик может сделать еще один экстракт после диамидов. Таким образом, это будет 1,5 раз. Это хорошо? Да, не плохо. Это очень хороший пример. Например, как он начинал элементы. Но, если вы заметили, потому что он не удалил достаточно для конца элементов, он пытался удалить другую руку как быстро и потерять контакт с ногами. С ногами все равно должны быть сильными и открытыми в конце. Хорошо, продолжаем. Мы продолжаем с другим оберучным элементом. В принципе, основа этого элемента оберучный такая же, как поворот диамидов. Также делаем сначала с поворотом пол-поворота сюда, поворот 270 на одну жертву. Только уже добавляем поворот чуть-чуть другую сторону. Таким образом, когда мы поговорим о штуцах, ни штуц без хороших сфинок будет трудно выполнять. Таким образом, основа штуц и диамидов очень похожа. И даже первая подготовка будет очень похожа на фланг штуц для поддержки. Вот это как промежуточный вариант. Потом добавляется толчок рукой и делается перескоп. Вы можете видеть, что это в интермедийном положении. Таким образом, на следующем же штуц, только нужно добавить поворот, и ударить с двумя руками. Таким образом. Мы все равно видим его ошибка. Обычно это его лично. Он использует пайк на ботах. И даже хорошие штуки, он еще не знает, что делает ханстан. Потому что все четыре, даже чуть-чуть, слишком много. Да? Не штуц, с кипами открыты. Сейчас мы поговорим о поддержке, что тренер должен сделать, с поддержкой в гимнастике. Просто Макс делает штуц. Обычно страхует и держит вот это плечо, потому что самая типичная ошибка как-то свал плеча назад. Если вы видите, в поддержке, все левые руки должны быть готовы, потому что это очень обычное, ошибка – ноги поднимаются обратно. Таким образом, вы должны быть в контроле. Мы стараемся все время на первых, особенно, когда гимнаст только начинает учить, стараемся держать вот это вот часть. Хорошо. Для начальника, очень-очень важно, для безопасности, пожалуйста, вы держите ноги. И так же, это на оберучном, да. Когда… Когда уже… Когда уже гимнаста владел, и вы чувствуете, что он не сваливает плечо, а оно находится у него нормально на опоре, вы можете ловить конечной точке уже подстраховывать гимнаст. Если они не ходят в бакфусе, они не успешны, они не успешны. Таким образом, вы не сможете поддерживать нижние ноги, вы можете просто контролировать немного финальную позицию, когда вы не станете. Окей, теперь, мы посмотрим, штуц-то-1 рель. Это подводящая, через паузу, чтобы понять, куда вы делаете гимнастику. Окей, это хорошо. Таким образом, он упал немного позже. Релизал бакфу слишком позже. Окей. Окей, это хорошо. Эти элементы, очень важно, чтобы ждать. Прямо закончить тренинг, и последний секунду упал в рамках. Если вы начали тренинг, уже упал, будет в очень безопасной позиции и будет немного страшнее для гимнастов. Это случилось как раз на второй попытке, когда он сделал раннее… Таким образом, второе испытание было немного позже. На тренинг вы можете видеть несколько элементов страдо-фронт, дву-фронт, и очень популярный dismount. Многие гимнасты делали дву-фронт, дву-фронт, дву-фронт. Таким образом, мы делали простые тренинги на тренинг, но вы должны видеть активность в конце тренинга с ногами. Таким образом, это было слишком позже. Надо только на тренинг на тренинге. вращаться. Теперь с поскопом. Следующий шаг мы начинаем делать элементы с поскопом. Теперь мы пытаемся вперёд. Хорошо. Если вы видите, как он подпишет, он все равно подпишет не вертикально, ведь на плохом моменте он подпишет. близко к ханстану, он обычно движется на вертикал, он может сделать гораздо выше. Так, довольно-таки ошибка может случиться с хипами, Потому что если гимнастик хочет увеличить мощность к ханстану, он может быть вперед вертикально и уже начать дрыгать хилы. Это означает, что он открыл хипы слишком много в плохой направлении. И это увеличивает мощность. Поэтому нужно быть очень внимательным. После этого, например, для элементов сальто с перемахом, которые у нас есть, можно использовать опять те же брусья. Делается сальто вперед, встать на ноги. Но здесь они не очень удобные, мягкие, не тяжелые. Если вы делаете фронт самостоятельную позицию, лучше использовать блоки или что-то подобное, как фибас. Просто страдал фронт самостоятельно, как стоп и станды на поверхности. И там останется только добавить вторую часть, это прыжок и с перемахом, и у вас будет готово сальто с перемахом на друг. Хорошо, если гимнаст комфортабельно проводит фронт самостоятельную позицию, ноги открыты, станды на поверхности этого. Поэтому просто осуществляйтесь, что в следующий раз вы спросите, просто берите ноги вместе быстро, и вы получите фронт самостоятельную позицию или фронт самостоятельно, если вы хотите. Для соскока можно использовать после таких подскоков. Потому что стойка на руках на вот эту горку. Так что если вы посмотрите на этот мунд, естественно, вы хотите улучшить много, как возможно, подготовить фронт самостоятельную позицию на констант, я надеюсь, что вы путешествуете на крошмат. Вот это пример. Еще раз. Сейчас попробуйте. Так что он улучшает немного, он еще нужно ждать долгое время, чтобы спинкнуть на фронт самостоятельную позицию. Это лучше. Да. Если вы можете видеть, если вы пушите в правой направленности, он идет выше, и он еще у него есть рот. Так что значит, он готовит сделать фронт самостоятельную позицию. Хорошо. Хорошо. Так что мы... Он начал разгибать даже ноги рано. Так что сейчас в правой направленности фронт, так что мы не получили, что он хочет увидеть. Это лучше. Так. Так. Это очень похожее. Если гимнасты имеют проблемы с фронтами, то, наконец, вы увидите проблемы с элементами. Так что вы должны улучшить фронтами лучше всего, чтобы вы получите меньше работы с элементами. После того, как вы уже выучили, и видите, что гимнаст выполняет хорошо сальто на горку, вы сами видите, что высоты хватит достаточно, чтобы попробовать двойной сальто в яму, и потом переносить его уже на стандарт. Хорошо. Кто-то может видеть красивый и высокий самостоятельный. Если вы просите его сделать фронт самостоятельно, он perfectly готов. Не будет сложно получить фронт сейчас. Но, естественно, мы можем представить, что он может сделать очень хорошо. Так что... Хорошо. 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 Спасибо. Спасибо.